Информационная война В социальных сетях, дома на кухне, с любыми людьми, которые по своей природе являются разжигателями. Сегодня 4 августа 2017 года, конец рабочей недели. И поскольку, в общем-то, основные события на этой неделе более-менее понятны, мы о них поговорили достаточно обстоятельно, я сегодня хочу поговорить о полемике. О том, как нам с вами, людям, которые живут в социальных сетях, которые, в принципе, заинтересованы в том, чтобы украинский сценарий не повторился нигде на территории стран русского мира, как сделать так, чтобы при помощи очень простых действий, очень простых комментариев, полемики, диспутов, дискуссий в социальных сетях понижать градус напряжения, потому что рост напряжения – это понижение устойчивости управления. Поводом для сегодняшнего эфира служил вчерашний мой спор с одним крымским предпринимателем и общественным деятелем, который, в общем-то, за последние месяцы зарекомендовал себе, знаете, даже приклеилось такое, чуть не сказал Погонялова, ну, такое прозвище, да, графоман на темы органов высшего управления Крыма. То есть изо дня в день там, в общем-то, пишутся реплики, направленные на то, что все плохо, все пропало, все не так, надо всех менять. И все это обосновывается, ничем не обосновывается. Это обосновывается тем, что вот здесь плохо, ну, то, что визуально там, дороги плохие, то-то-то. И при этом никаких конструктивных предложений, кроме обвинения, не предлагается. То есть если посмотреть на структуру текста, то человек, помните, мы с вами классифицировали мухи и пчелы. Мухи – это те, которые набрасывают одну субстанцию на вентилятор, а пчелы – это те, которые добывают другую субстанцию. Так вот, огромное количество спикеров в интернете – это мухи. Это люди, которые, в принципе, никаких позитивных целей не ставят, а цели, в общем-то, негативные – набросить на вентилятор. Этому человеку задается вопрос, а зачем ты это делаешь? Ты хочешь что-то поправить, ты хочешь что-то улучшить, ты хочешь сместить тех людей, которых ты критикуешь, и занять их место. В ответ звучит следующее – нет, я так устроен, я человек думающий, я вот вижу и говорю. То есть у меня нет никаких стратегических целей, я не стремлюсь в органы управления, я всего лишь навсего вижу плохо, говорю. Казалось бы, если не понимать, что такое риторика, структура речи и что такое мышление человека, ну вот такой человек, оставить его и предоставить ему возможность делать то, что он делает. Но на самом деле, давайте опять же проанализируем структуру. Если человек ставит конструктивные цели для того, чтобы улучшить то, 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 то он кроме того, что обозначить, что все плохо, должен предложить какие-то варианты. Ну, например, попросить о встрече, написать обращение, попросить о встрече те органы или тех деятелей, которые, например, вполне могут там рощерком пера или телефонным звонком какие-то вопросы решить. Нет, таких целей вообще даже в природе нет. Нет, нужно только набросить на вентилятор. И возникает вопрос, а что с такими людьми делать? А первый ответ, ответ первого уровня, да ничего не делать, пусть развлекаются. На самом деле, я хочу напомнить, что на Украине в 2014 году тоже была примерно такая же ситуация, только там был строй таких спикеров достаточно побольше. Эти люди были воспитаны в лагерях специализированных, с ними работали. Это были прежде всего журналисты, блогеры. Вы вспомните, Майдан вообще-то начался с призыва одного блогера. То есть влияние социальных сетей, его преуменьшать не надо. А вот представьте себе ситуацию, что если по команде, например, двух-трех штабов информационных войск Британии, которые сосредоточены в Киеве, в Кировограде и в Днепропетровске, в один момент вдруг вот такие вот люди, которые позитивных целей не ставят, вдруг начнут вал публикаций, связанных с тем, что вообще все плохо. Что вот, ну просто, выходи на улицу и помирай. И на самом деле я вам скажу, что поскольку я практически занимался успокоением людей взрослого возраста, вот такой информационный вал в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте, он часто приводит к тому, что люди в возрасте за 60, они тут же бегут в аптеку, если могут бежать. То есть резко вбрасывается адреналин в общество. Это выражается в том, что пожилые люди начинают хвататься за сердце, а люди помоложе, не глубоко рассуждающие, не вычленяющие структуру текста, они начинают думать, что действительно так все плохо, что нужно что-то менять. И дальше, собственно говоря, выход на Майдан, это вообще дело двух технологических подбросов. Возникает необходимость, и она в принципе очевидна, каким-то образом таких людей, ну как бы, ну, изолировать. И изолировать не в том смысле, что запрещать им там или банить, нет, ни в коем случае. Нужно создавать общественное мнение, при котором этим людям нужно немножко развиться. Потому что если ты просто набрасываешь на вентилятор, и сам отлично, и громогласно говоришь, да у меня нет никаких целей, да я ничего не планирую, вот я такой человек, я вижу плохо, я говорю плохо, это называется одноходовый разум, да, то есть человек даже не может себе представить там многоходовку, нет стратегического мышления. Либо человек лицемерит, и он выполняет эту функцию только потому, что именно она сейчас востребована, а все остальные стратегические ходы придумают за него. Помните поговорочку, да? Каждый человек работает в меру понимания на себя, а в меру того, что он не понимает, он работает на тех, кто понимает больше. Так вот, я предлагаю всем телезрителям программы «Информационная война» задуматься над тем, какой категорией мы с вами относимся. И если мы понимаем в стратегической глубине, пункт первый, что публикации в сетях не являются управленческим или юридическим актом, да, соответственно, они не приведут к каким-то изменениям на земле, да, они приведут только к одному, к увеличению напряжения в обществе и к понижению устойчивости управления, например, в республике Крым. А это не шуточки. То есть, если речь идет о том, чтобы управить, то существуют вообще очень такие действенные юридические способы, да, есть заявления о ходатайстве, есть обращения граждан, есть очень спланированные, ну, в смысле, действия, которые действительно эффективны, их можно проводить, особенно если у тебя есть юристы там и так далее, и так далее. При этом, мы сейчас с вами этого коснемся, нужно это делать очень конструктивно. Тут же еще речь о чем? Когда, например, вот этот человек, с которым я спорил, поднимает, делает наброс на вентилятор и говорит о чиновнике высокого уровня, даже не на равных, не с уважением, да, а понижает его репутацию и говорит, как будто бы, ну, это вообще, ну, это не то, его надо срочно менять, это не то, не так и так далее. Возникает, вообще-то, личностный конфликт, который тоже вызывает определенные энергетические выбросы и, может быть, противодействие совершенно не в том русле, который, в принципе, обществу нужен. То есть, как только возникает вот высший равный ниши, да, как только возникает понижение репутации, а нужно обратить внимание, что такие пробросы в социальных сетях, это только репутационная война. Это не абсолютно человек не ставит никаких целей ни про дороги, ни про мусор, ни про то, что он там пишет. Ничего из этого не изменится из-за публикации в Фейсбуке. Он ставит целью понизить репутацию конкретного человека, который на сегодняшний день является ключевым, например, управленцем в системе управления, соответственно, понизить устойчивость системы управления. Вопрос, зачем это именно? А я такой человек, да? А если посмотреть на тех, кто больше понимает, то, в принципе, если команда поступила из Днепропетровска, да, понятно, не напрямую. Человек говорит, а чего ж мне не платят за то, что я пишу? Потому что ты делаешь это, ну, как бы маскируясь, а делается это через 2-3 прокладочки. И ты можешь даже не понимать, какие, в общем-то, процессы происходят в обществе. И возникает ситуация, при которой вот эти спикеры, с ними нужно что-то делать на информационном поле. И я предлагаю сегодня поговорить методически на тему, а как вступать в полемику с такими людьми. Дело вот в чем. Сама полемика, она строится по принципу, мы отвечаем на тезис, содержательную часть, мы отвечаем на манеру говорения. Если человек, например, играет в понижение чьей-то репутации, то, конечно же, мы будем говорить, а почему ты, собственно говоря, понижаешь чью-то репутацию. Соответственно, мы будем понижать репутацию его. Ну и третье, собственно говоря, а где твое конструктивное предложение? Тезисов всего три. Они, конечно, варьируются, можно опускаться там до разных вещей. В конце концов, некоторых людей можно просто обрезать прямыми оскорблениями, когда они теряют берега и начинают вести себя просто неадекватно, их банить там и так далее, и так далее. Но в целом нужно выводить разговор в такое русло, что давайте вот эти пустые разговоры, что кто-то прав или не прав, убираем. Что нужно делать? Что нужно делать не на уровне, а вот давайте пусть то сделает, того назначат, этого снимут и так далее, а на уровне документа оборота. Какой надо написать документ, чтобы этот процесс запустить? А ты сделал этот документ, а ты его написал, а давай ты будешь писать вот эту грязь на понижение чьей-то репутации после того, как ты предъявишь входящие зарегистрированные номера, ты включился в юридическую работу и так далее, и так далее, и так далее. Если мы с вами, а очень многие крымчане, которые живут в социальных сетях, они же встречают у себя в ленте вот такие вот обсуждения. И, как правило, мы проходим стороной. То есть мы не вмешиваемся в клановую борьбу. Мы понимаем, что там паны дерутся, а чубы трещат. Но это лежит в сфере интересов каждого гражданина Российской Федерации. Поскольку речь идет о предвыборном годе, поскольку речь идет о том, мы с вами все прекрасно понимаем, что будут попытки дестабилизировать ситуацию, и они будут делаться не только в виде там митингов, манифестаций, выведений, они же детей там с уточками и с кедами. Кстати, уточки и кеды, последние, да, это древние ритуалы, связанные с переходом и с реинкарнацией. Это вообще-то культ смерти. Ну и так, к слову, делаться дестабилизация будет при помощи вот таких вот спикеров, которые никаких стратегических целей не ставят, либо их маскируют, и на самом деле начинают заниматься набросом на вентилятор. Вот с этими людьми, поскольку они на виду, нужно проводить согласованную дискуссионную работу. То есть надо, чтобы с определенного момента времени несколько обученных, грамотных спикеров, которые и в Ютубе, и в Фейсбуке, и ВКонтакте, и во всех социальных сетях, чтобы эти люди вступали в такие дискуссии, тренировались на тему дискуссии и риторики, даже для того, чтобы в случае необходимости, если подвернется такой случай, участвовать в федеральных ток-шоу и так далее, там тоже есть определенная подготовочка. Вот представьте, вас вызвали на поединок с кем-то, Соловьев ведет, и возникает вопрос, технологически ты подкован, а ты умеешь это делать, а ты знаешь, как вычленять, а ты в теме и так далее, и так далее. То есть здесь возникает целый объем компетенций, говоря официальным языком, то есть целый набор знаний и навыков, которыми каждый человек, вступающий в дискуссии, должен обладать. Отсюда я хочу сказать, что периодически мы читаем в рамках нашей редакции мастер-классы на предмет ораторское искусство «Управленческая дисциплина», и, собственно говоря, сегодня речь об этом, о том, каким образом, очень простыми способами, не отходя от клавиатуры, нейтрализовать вот эти набросы на вентиляторы для того, чтобы повысить устойчивость управления регионом, для того, чтобы вот этих буйных, которые либо не понимают, либо маскируются, либо работают в темную под диктовку всевозможных иностранных центров, меня уже обвиняют в том, что я там занимаюсь конспирологией, теорией заговора и так далее, и так далее. Нет, абсолютно. Есть такой учебник, называется «Теория и практика оперативной работы». Его преподают в соответствующих вузах, и там эти схемы описаны как отчинаж. И никакой конспирологии. Просто некоторые люди их используют в темную, им чего-то обещают на материальном уровне. Да, ты продолжай, ты общественник, ты на виду, и так далее, и так далее. Они начинают тешить свое самолюбие тем, что они вот так устойчиво несут эту идею, но на самом деле их используют в темную для того, чтобы достичь совершенно других результатов. К примеру, Украины тому в помощь, когда многие общественники, которые говорили, там, нам не нужно вот это, вот это и вот это, да, они, собственно говоря, этого добились. Только в результате сами либо становятся иммигрантами, либо потеряли бизнес, да, либо думают, а чего это, собственно говоря, случилось. От того, что не было стратегического мышления. Люди, которые наблюдали за событиями арабской весны в Ливии, в Алжире, особенно в Египте. Египет очень похож был на Украину. Так вот, люди, которые наблюдали за этим, с точки зрения очень многих вещей, Египет был устойчивым государством. То есть там было достаточно ресурсов и туристический поток много чего давал. Так вот, чтобы взорвать эту ситуацию, надо было всего лишь возбудить общественность у таких вот спикеров против Мубарака. Ну как это так? Почти 30 лет правит один человек. Но это же несерьезно. Да, вокруг него сложилась определенная система управления. Да, там были люди, которые были перекуплены иностранными спецслужбами. Но основной удел вот этого разрушения государства, сейчас-то оно стабилизировалось, да, но вот в тот период, с 2011-2012 год, делали вот такие вот общественники, которые вот стратегических задач не ставили, которые думали, вот давайте-ка я пошумлю и наброшу на вентилятор. И в результате пострадали именно эти люди. Если они не вписаны были в систему финансирования вот этих вот групп информационных, то и они на энтузиазме это все делали, то они прежде всего и пострадали, потому что бизнесы закрылись, рестораны закрылись, туристы не ехали и так далее, и так далее, и так далее. И в результате страна легла. Так вот, чтобы этого не допустить, нам с вами нужно подумать, нужно открыть некоторые группы и форумы, может быть, приглашать в них максимальное количество людей. Для того, чтобы вырабатывать общую политику людей с земли, взвешенную. Понятно, вот здесь плохо, да, что можно предпринять на конструктивном уровне, не понижая ничью репутацию, этого делать категорически нельзя, а предлагая простые, конструктивные, управленческие, виртуозные ходы, связанные с определенным документооборотом, связанные с обращением граждан, и так далее, и так далее. Для того, чтобы, никого не оскорбляя, не понижая ничью репутацию, управить так, чтобы даже и незаметно было никому, и, собственно говоря, ничьих интересов не затрагивало. Мне скажут, а где же твоя принципиальность? А моя принципиальность заключается в том, чтобы ни в коем случае, не понижая устойчивость управления региона и всей страны, достичь поставленных целей. Самое главное, чтобы эти цели были. А если цель только одна, набросить на вентилятор, оскорбить максимальное количество людей, которые это могут прочитать, посеять напряжение в обществе, то это Кащенко плачет. То есть это человек, который либо не понимает, либо дурак. И вот с этими людьми нам с вами нужно работать. Поэтому я предлагаю подумать над тем, насколько эта тема близка вам, насколько вы не лезете за словом в карман, спланировать определенные упражнения о том, как вести дискуссию, как встречать возражения, как делать ораторские тезисы или провозглашать какую-то идею. То есть если мы говорим какую-то идею, это определенная структура монолога, она состоит из четырех актов. Если мы встречаем возражения, оскорбления или понижение чьей-то репутации третьего, как вести диалог в этом смысле, как раскрашивать свою речь непростым канцелярским перечислением каких-то однородных элементов, а рисовать картины, случаи жизни, кино, чтобы у человека в голове крутилось кино. И как таким образом подводить ситуацию к тому, чтобы даже собеседника не оскорбить, не унизить, но в то же время прийти к какому-то результату. Это на самом деле дискуссия, но по большому счету это управленческий акт. Управить так, чтобы никого не обидеть, не оскорбить, ни в коем случае, в случае необходимости. Не называть фамилий до определенного момента времени, потому что это первый закон аппаратной борьбы. Аппаратная борьба это то, что происходит во всех офисах гражданских, государственных и других учреждений. Очень многие люди просто не понимают того, что как только ты называешь чью-то фамилию, ты сразу понижаешь его репутацию, в случае, если идет критика. И в ответку может вызваться такие действия и такие процессы, которые мало не покажутся. А человек просто не понимает, он просто берет и тестирует пространство на предмет того, что он не знает, как устроен этот мир. И вот знание устройства этого мира, самое главное, постановка целей, чтобы управить, чтобы было так, как хотят эти люди, наверное, по умолчанию, чтобы и дороги были, чтобы процессы общественные длились быстрее, двигались быстрее, чтобы документооборот был правильный. Это цели, в принципе, реальные, и их можно реализовать, но для этого нужно знать определенные моменты, нужно знать теорию, практику ведения таких дискуссий, для того, чтобы не наломать дрова, для того, чтобы управить и для того, чтобы достичь поставленных целей. Что я предлагаю с заключительной части сегодняшнего эфира? Я предлагаю создать группу ВКонтакте и Фейсбуке, которая была бы посвящена вопросам полемики, риторики и дискуссий. Я предлагаю почитать книжку, которая называется, очень парадоксальная книга, но она очень полезна для таких вещей, она называется «Сергеич», это предпсевдоним, фамилия Пороховщиков, это выдающийся русский судебный деятель, адвокат и прокурор, который в начале 20 века, ну, с конца 19 века он был помощником прокурора, это человек-юрист, который практиковался в произнесении обвинительных и защитных речей в суде, в суде присяжных. Соответственно, он написал учебник, который называется «Искусство речи на суде». «Искусство речи на суде» — это фактически учебник по риторике, по полемике, по всем вот этим прикладным дисциплинам, которые у нас сейчас в школе не проходят, ну, вот никаким манерам, да, мы не изучаем риторические фигуры, мы не изучаем, например, рисование картин своей речи, мы не изучаем работу с возражениями, а в этой книге, которая написана в 1908 году, это все раскладывается на уровне общеобразовательного учебника, который, кстати, можно преподавать в старших классах, вот как «Отче наш». Я предлагаю эту книгу всем скачать, она есть в интернете, в телефоне, там в любое свободное время ее прочитать, она читается легко, как на одном дыхании. И вот в этих группах, которые мы с вами создадим, и в которые я сам даже создам эту группу, я приглашу всех желающих поучаствовать, мы в этой группе с вами будем рассматривать конкретные кейсы, да, причем кейсы не только в социальных сетях, хотя это тоже очень важно. Мы будем рассматривать полемические приемы, применяющиеся на федеральных ток-шоу. Мы будем рассматривать работу с возражениями, когда Стариков встречается с Жириновским. Например, мы будем отрабатывать отдельных ярких набрасывателей на вентилятор, которые существуют в разных регионах для того, чтобы коллективным способом, да, придумывать экологически правильные приемы, работы для того, чтобы не оскорбляя, не унижая людей, все-таки управить или надоумить их для того, чтобы они как минимум ставили более стратегические цели. Чтобы вот эта отмазочка типа, да меня не интересует, я во власть не иду, меня это не интересует, а зачем ты это делаешь? А вот я такой человек. Это называется обмани ближнего и не забудь про дальнего. И себя на самом деле обмани, потому что, ну, играть в дурачину можно до определенного предела. А потом наступает Майдан и выясняется, что все эти люди работали там, если не на эмоциональной подкормке, так на материальной. Нужно сделать сообщество людей, которые разбирают теорию и практику полемики. Нам нужно заниматься нейтрализацией всех активных набрасывателей. Нам нужно с вами в рамках этой группы, а потом цитаты с этой группы люди будут растаскивать по своим лентам, да, работать с фейками, вбросами, провокациями, потому что нас впереди ожидают достаточно большие острые времена, и нам нужно с вами быть во всеоружии. Соответственно, возникает необходимость в том, чтобы люди, которые живут в социальных сетях и все равно читают общественно-политические темы, да, управленческие темы, чтобы они хотя бы были в курсе и имели в руках инструментарий. То есть в этих группах мы с вами рассмотрим и теорию, и практику, причем практику рассмотрим и устной полемики на ток-шоу, да, и письменной полемики, которая каждый день у нас разворачивается в всевозможных группах, да, в лентах, в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках и так далее, и так далее. Как работать с невменяемыми, которые сходу начинают с порога там вести оскорбления, там, и так далее, и так далее. Вот эта часть работы у нас с вами отсутствует полностью. Понятное дело, сейчас многие могут задать вопрос, а как это финансируется, как это не финансируется. Никак это пока не финансируется. Речь идет пока что прежде всего о том, чтобы украинский сценарий не повторился, чтобы у нас хватило интеллектуальных ресурсов и пороха в мозгах для того, чтобы не допустить это просто на остаточном принципе. Вот просто на энтузиазме людей с земли. На самом деле, я вам скажу, что выборы Путина в 2012 году, они тоже произошли именно благодаря этому ресурсу, энтузиазму людей с земли. Люди проголосовали, люди создали в социальных сетях необходимую информационную картинку. То же самое, кстати, произошло и с Трампом. Там, конечно, был более технологический подход, да, были агентства, которые работали на него. Но, по большому счету, действительно белая, гетеросексуальная, работящая, производственная Америка проголосовала за Трампа. И это было выражено не в телевизоре, в официальном, а это было выражено прежде всего в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ну и так далее, да, другие социальные сети, которые в Америке развиты. Вот этим путем нам с вами нужно пойти, поэтому я призываю, в прошлом эфире я призвал ютуберов, да, записываться в списки людей, которые хотят открыть свой канал на ютубе для того, чтобы вещать, для того, чтобы набирать аудиторию, монетизировать свой канал и в то же время становиться персоной влияния. Ораторам, по примеру античности, да, на рыночной площади, которого слушают люди и не могут переключиться. Вот эти люди нужны, как отче наш, но основная кадровая база людей, которые стерегут устойчивость управления региона, она находится среди простых граждан, живущих в социальных сетях, которые читают посты всевозможных деятелей, хороших или нехороших, и либо проходят стороной, либо начинают пробовать свои знания и навыки в области полемики. Вот именно в области полемики, в области остаточного образа сознания третьего, и лежит наша победа в 2018 году, когда мы не должны с вами допустить обрушение устойчивости управления всей Российской Федерацией, и должны управить, то есть решить сразу две задачи. Запланировать, что мы хотим, да, и не допустить обрушения. И вот эти две задачи решить при помощи полемики. Сегодня у нас 4 августа 2017 года. Тема такая, немножко отвлеченная от общепринятой повестки, да, там, что ты сделал Трамп, куда полетел Лавров. Но вот эта часть работы, мне кажется, на сегодняшний день одной из самых главных, и я предлагаю заключить горизонтальный договор с теми телезрителями, с которыми мы еще не заключили. Горизонтальный договор – это постучаться друг к другу в социальных сетях и подружиться. А дальше мы с вами растанцуем последовательность действий. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин